Сегодня я хочу рассказать вам о том, кто же является в Калмыкии тезкой Далай-Ламы. Далай-Лама – это не имя собственное, а титул, дарованный тибетскому иерарху монгольским Алтан-Ханом в 1578 году. Согласно древней хронике, Алтан-Хан пригласил к себе Далай-Ламу III и во время церемонии приветствия поднес золотую печать со словами «Печать Ваджрадары Далай-Ламы! Да будет победа!» Так тибетский иерарх впервые получил этот титул. С тех пор Далай-Ламу не только монгольские народы, но и сами тибетцы почтительно называют Далай-Ламой. Разумеется, у калмыков нет имени Далай-Лама, слишком свят этот титул у нашего народа. Но имя Далай много лет назад было весьма популярно у нас. Примеры того – имена исторических лиц, например, дербетовский владелец Далай-Батыр, монгольский академик Че-Далай и другие. Нынешнего Далай-Ламу мир знает по имени Тензингияцо. В этом имени Тен имеет значение учение Будды, а Дзин или Зин – держатель. Гьяцо с тибетского переводится как «океан». Об имени Гьяцо мы еще расскажем через время, а сегодня рассказ про Тензина. Его тезок у калмыков и других монгольских народов немало. В старину калмыки читали слово «тен» со своеобразным калмыцким акцентом «дан» или «дан». Тензин же у нас превратилась в «зан». Таким образом, все данзаны, какие есть в монголо-язычном мире – тезки Далай-Ламы XIV. Среди известных данзанов можно назвать калмыцкого князя Данзана Туднутого, ламу бурятского Данзана Нарбоева и монгольского революционера Солейн Данзана. Вот такое это имя – Данзан Тензин. Данзан Тензин Данзан Тензин